Привет всем любителям кулинарных извращений! Сегодня у нас необычный случай. Нас посетил бог кулинарного искусства Павлов Иван. Во-первых, Иван, здравствуйте! Добрый день! Хорошо, что тебя сегодня? Да, добрый день! Замечательно! Буквально в двух словах скажите, почему вы считаете себя компетентным в области кулинарии? Ну, во-первых, я долгое время прожил один холостяк, так сказать. Судинческая жизнь на втором году уже начинает задалбливать роллтонами, пельменями и всей такой фрукшной ерундой. Поэтому начинаешь возвращаться, чтобы порадовать себя любимого. Вот, собственно, поэтому и считаю... Чем сегодня мы с вами займемся? Сегодня мы вспомним старое доброе русское блюдо, которое называется уха. Вот, конечно, многие скажут, что уху в домашних условиях не приготовишь, бла-бла-бла. Конечно, я с вами согласен. Но! Мы, так сказать, совместим пару рецептов, чтобы получилось что-то именно то, что можно приготовить сразу после рыбалки на костре. Вот, чем это блюдо примечательно? На улице Кризис, вот, денег ни у кого нет. Вот, поэтому берем удочки, идем ловим рыбу, вот, а остальные ингредиенты по деньгам будет, ну, рублей 150. А рыба это что? Это бело в чистом виде. Это, если вы алкаш, поможет под хмелье очень хорошо, если вы спортсмен, вы сами кстати, что такое беоборж. Вот, так же, как ни крути, универсальное блюдо. Потрясающе, порой мне скажешь. Итак, Иван, мы, пожалуй, приступим. Вы, конечно же, мы забыли добавить то, что, опять же, уха это блюдо, которое должен готовить и уметь готовить каждый мужчина. Именно, именно так. Женщины не подпускаются, правильно? Да, нежелательно. Представь, пожалуйста, из чего мы будем сегодня делать нашу уху. Итак, сегодня у нас главный гость программы это мистер Карп. Мистер Карп. Да, и, собственно, в чем фишка этой рыбы? Она, во-первых, жирная, вот, хороший блюдо получится. Мы будем готовить с головами. Что главное, когда готовишь уху с головой рыбы, вычистить жабры и удрить глаза, чтобы рыбка не видела всего из ручки. Ну, на самом деле, это все дает горечь. Вот, мы это уже подготовили. Горечи нам ее только не хватало. Сейчас. Мы это все подготовили, то есть рыбу уже готова к запуску. Уже без глаз, да, и жабр. Хорошо. Затем, второй ингредиент. 4-5 картофелей, ну, так как у нас вторая большая, я взял 5 на всякий случай с запасом. Вот, лук репчатый, вверх, 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 вверх. Вот, лук репчатый, вверх, 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 вверх. Попробовать, как это готовится. Да, мы, кстати, будем готовить без крупы. Хоть вы могли готовить с крупой, но считается, что лучше лукарь без крупы получается. Вот, поэтому пойдем дальше. Лук зеленый. Вот, чесночок. Чесночок сейчас очень полезен. Климат, сами знаете, какой. Процедится очень легко. Вот, ну, и, собственно, придаст остроты. Это, например, сухо, петрушка. И, собственно, три права, самые разные. Лавровый лист. Лавровый лист. Перец черный. Перец черный. Так, красный перец. Угу. И кориандр. Кориандр? Да. Скажи, пожалуйста, для чего кориандр? Что это вообще такое? Для вкуса. Собственно, когда попробуешь, поймешь, где ты. Тут объяснить нельзя. Просто он добавит нутку вкуса и, может быть, даже убьет горечь. Так как мы готовим посуду алюминиевать, грубо говоря, а не никелированный никакой. Посуда тоже может придаст рыбе горечь, так сказать. Вот, поэтому мы это все компенсируем на ноль, так сказать. Замечательно. Ну что, приступим, пожалуй? Ну, думаю, да. С чего мы начнем? Что нужно сделать первым? Ну, рыбу мы уже почистили. Вот, потом после этого сразу в кофе не убрали, чтобы эта рыба нигде не распространялась. Ну, сами знаете, как с ней работать. Конечно. В общем, сейчас мы должны будем почистить картошку, правильно? Да, овощи. Я сейчас подключусь. Мы сразу почистим картофель, морковку, лук. Вот, чеснок на потом оставим. Вот, и потом, собственно, уже самое время приготовления подробно расскажешь. Хорошо, сейчас тебе помогу. Мы почистили все овощи, они готовы к нарезке. Ваня, скажи, пожалуйста, пару слов про нарезку. Как будем нарезать? Нарезать будем кубиками в основном. И, продольным, и лук мы режем кубиками. Вот, морковку мы просто режем коричками, так сказать. Ну, и картофель также кубиками. Петрушку, лук, ой, петрушку, укроп нарезаем просто так, как все нарезают петрушку и лопу. И его по-другому никак не нарезаешь. Вот это на начальный этап. Петрушка нам потом с укропом еще в конце пегетится. Понял, приступаем. Вань, пару слов скажи еще, пока ты там режешь. Я знаю, ты проходил школу выживания примерно год назад. Скажи, пожалуйста, чем вы там питались и вообще как это было? Вот, ну, наша армия нас бережет. Вот, поэтому мы жили в лесу, в блинтажах. Это декабрь месяц, в Нидерская область. Минус 25 на термометре. Это, пытались в основном, что, сухпайки, конечно же. Вот, выдают. Ну, это такой приток на занятия, на самом деле, сухпайки. Поэтому я там не растерялся. Скопился в магазине, коробой не тушил, окей. Вот, и мы в котелочках там готовили себе еще. Некоторые ребята даже умудрялись шашлыки готовить. Ничего себе. Потому что у них в лесах водится всякая дичь. Я не буду говорить, кого там замочили. Потому что, может, это животное у Красной Феники. Я сейчас выдам все. Но было очень вкусно. И ягоды, ягоды, конечно же. Болотистая местность, как без ягод. Понял. Расскажи поподробнее немножко о школе выживания. В чем она заключалась, собственно говоря? В вас, сколько ребят? Как вы выживали? То есть, называется так оно достаточно интересно? Называется это интересно. Вот. Все зависит от того, как же, где это проходит. Некоторые пинают. Метародные органы. Вот. Нам повезло. У нас были, как это все, длился месяц. Сейчас может быть больше. Пережка за армией. Это бизнес-контрактники, которые пришли на службу по новой. Набираются всей России. Это новое знакомство. Вот. И каждый день полевые выходы. Можем доски, стрельбы, физическая подготовка. Сдача в начале и в конце. Вот. И в конце на неделю полевой выход. То есть, выход в лес. Живем в лентажах, как я уже говорил. Вот. Отрабатываем тактические действия, окопы. Ночью захватываем соседние уроки, допустим. Там такие коры были. Вот. Ночью по лицам бегаем. Ну, тоже своя романтика, прикольная. Мне нравится, на самом деле. Были ли те, которые не выжил, не прошел? Да были бы, если бы можно было убивать людей. Просто были жесткие тупорезы. Вот. Ну, вот даже из них. Ну, здесь не, здесь не смотри, а ну, брох. Ваня, ну вот ты много служил. Много повидал о этом всем военном деле. И пока ты режешь картошку, вот так, навскидку, вспомнишь что-нибудь, какой-нибудь, не знаю, интересный случай из твоего военного опыта. Ты же, ты был, ты служил в морском флоте, ты служил в Адоне, у тебя была школа выживания, то есть опыта много. Было ли что-нибудь интересное? Наверняка было, поделись с нами. Ну, было, конечно же. Какой случай? Забавно, я расскажу забавно патриотичный случай. Давай. Был я в подчинении одного митчмана, отличным человеку вообще, Сергей Николаевич Блакин. Вот, привет, прям большой. Отличный мужик. Ну и, грубо говоря, он сибирян. Сам по себе. Выходит из Сибири. Очень долго уже служит военном распонсалате. Ну и, собственно, не любит подчиняться всяким юридским приказам. И однажды был случай, когда проводились учения совместные с американцами, с французами. Вот, и, собственно, наши корабли были. На докладе сразу поставили такую цель. Это были американские мишени, вот, на стрельбах. А, чтобы вы поняли, корабли-то стреляют не патронами калибра 5.45. Вот, там все пожёстче, пожёстче. Вот. И очень-очень дорогостоящие мишени. То есть, одна там мишень стоит около 2 миллионов долларов. Это на тот момент. Ничего себе. Да. Это просто, получается, тренировочная мишень какая-то? Да. Это, грубо говоря, макет корабля в полную с датчиками, со всей хернёй. И, собственно, командирам была поставлена задача, что не попадать в неё. Если что, стерильки подбьём, как вы будете считаться за попадание задачи. Да, за попадание, собственно. Ну, и как раз этот мишен, он плагин. Старший, так сказать, оператор группы обеспечения стрельб, техник, который наводит пушку АК-130, если кому интересно, загуглите, на цель. Вот, и, собственно, первый выстрел попадания. Тут командир уже по рации матерится, какого хера. То есть, одним выстрелал, получается, макет 2 миллиона долларов? Да, просто, в щепке. Да, я вам всё сделаю, как вы сказали. В щепке. Вторая цель. Так, видишь, вам, ну, блядь, в это вы не попадете. Есть товарищ командир, она нахер прямой тоже в щепке просто не свистелась. Вот, ну, собственно, собственно, что? Вроде как и всё правильно сделано, но в то же время его не похвалили. Вот такое вот морское дело непростое. То есть, за одни стрельбы пострелял и 4 миллиона долларов? 4 миллиона, потому что американскую экономику подорвал. Ему даже ордена не дали. Обалдеть, здоровская история, Вань. Ну, а мы продолжаем. Ванька дорезает картошку сейчас уже, и мы приступим, соответственно, к этому всему смешиванию. Я так понимаю, сейчас будет происходить процесс заправки? Да, именно так. Мы чуть-чуть сделаем где-то, как принято, готовить супы. Вот, да, именно сначала ставим картошку, пока она прокипит. Вот, мы сделаем так. Заправляем картошечку, вот, чутка её подсаливаем, прям громулечку. Вот, после чего добавим к морковке. Поверху. Затем чуть-чуть совсем лучка зеленого. Зеленый луч, что, пошел. И, собственно, петрушка, укроп и репчатый лук, да. Сразу всё это тоже заправляем. После чего... Это всё выглядит очень полезно, я хочу заметить. И я думаю, что это будет вкусно. После чего мы уложим пару кусочков рыбы, а именно головы и хвосты, потому что они варятся чуть дольше, и можно не бояться, что разварится мясо. Но в то же время они дают самый хороший бульон. Понял. То есть головы и хвосты идут в первую очередь, потому что они чуть дольше варятся. Хорошо. Вот, и заливаем водички. Надо было, кстати, разогреть эту петрушку сразу. Да. Будущее уха в процессе. Это уже выглядит, кстати, достаточно аппетитно, я тебе должен сказать. Да, она очень наваристая получится, потому что кастрюля чуть меньше, чем я ожидал. А нам что-то кидать я махал, сколько всего. Чуть-чуть. Так, какая она? Вот эта вот включается? Да. Как её на всю? Это уже на всю включено, да? Да. Так, ставим на огонь, правильно? И ждём, пока всё это дело закипит. Итак, у нас закипело, правильно, Ванька? Да, да, да. Замечательно. Какой дальнейший план действий? Ну, сейчас мы добавляем остальную рыбу. Вот, зелень буквально сразу уже. И затем уже идут в ход приправы. Но это чуть похоже. Отлично. Должен вам представить Анастасию Андреевну, которая только что проснулась от запаха лука. Насюшечка, ты готова кушать уху? Да. Отлично. Ну что, Ванька, ты добавляешь рыбу? Ага. И сколько должно вариться это чудо? Ну, пока не сварится. На глазок, правильно? Да. Спокуха, Павлов Иван добавляет специи. Ванька, что ты уже добавил? Это красный перец? Перец черный, перец красный. Перец черный, перец красный. Это что? И горошек. И горошек. Хорошо. И сейчас еще лавровый лист. А кориандр добавили? Кориандр. Кориандр. Спасибо, что на помощь. Конечно. Что тебе нравится больше всего? Лавровый лист, кориандр или черный перец? Мне больше всего нравится мясо. Жалко, что камера не переведет запах, но пахнет уже очень хорошо. Давай, где не пах. Да. Настоящая уха. Потрясающие кулерные способности. И лавровый лист. Сколько листиков добавляешь, Ванька? А, я думаю, два. Один ты их никто не ест. Бум. Больше. Отлично. Я знаю. Это анекдот, как мы стали ставить. Солдатская столовая. Прапор спрашивает. Поедется, почему в суху лавровый лист не добавляет? Так никто не ест, товарищ Прапор. Конечно же, не забываем про чесночок, правильно? Конечно. Иммунитет, здоровье и сил. А еще у нас чеснок, что это такое? Что? Что еще такое чеснок? Что он добавляет? Чеснок? Вообще, чеснок это афродизиак. Поэтому мне как-то странно становится, что Ланя его так много хочет запендюрить. Возбудительно спытается, что ли? Настя, тебе бы лишь о пошлых каких-то шуточках. Афродизиак? Я не знаю, что он сказал. Чесночок тоже сейчас будем добавлять, Ванька? Нет, в самом-самом конце. Отлично. Аромат уже на всю квартиру. Мне кажется, даже на улице люди потихонечку сбегаются. На каком этапе, Вань? Ну, грубо говоря, мы подходим к финишной черте. Вот. Добавим лучше все приправы, специи. Буквально минутки три и рыба будет готова. Мы добавим зелень, чесночка, парголовок. Чесночок, зелень. Да. Накроем крышкой, она настоится минут 10. Для вкуса, так сказать, кручего. И все. И можно подавать к столу. Давай, Анастасия, ты будешь первым дегустатором этого всего дела. Остро и недосоленая. И Павлов, Иван, это что за безобразие? Остро, она и должна быть остро. Отлично. Ну, вам понравилось, Настюшка? Да пока непонятно, это же еще не финиш. Понятно. Ну, вот, 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 вот. Ванька добавляет чесночок. Да, это все финальный этап. Мы выключили газ, грубо говоря. Вот, теперь добавим зелень. А в целом сколько оно все должно, все вместе вариться? Ты засекал? Нет, ну, примерно. Я не засекал. Ну, когда сварится, значит, готово. Около часу, в общем. В общем, в шуках готовится минут 40. Угу. Вот. Ну, как, поменьше, конечно. Вот, у нас-то еще и так подготовительнее было. Грубо говоря, ну, получилось с момента, с момента того, как мы картошку засыпали, ровно 42 минуты. У Даниила самое ответственное задание. Получается, тогда, кто не готовит, тот вводит посуду. Да. Все, вот, вот. Главное, вообще, в любом деле, это грамотное распределение обязанностей. Самые проборливые, талантливые готовят, а самые печальные ребята выполняют самую градную работу. Но, тем не менее, это не говорит о том, что это не менее важно. Чистая посуда, чистота в доме, это залог успеха любых отношений, взаимоотношений и тому подобных вещей. Но, если вы мужик, постарайтесь, чтобы вытел посуду, все-таки не ложилась на вашу обязанность. Потому что это, вообще, ну что, посуды, это задача посудобоечной машины, если вы нормальный мужик, и смогли себе заработать на нее. Ну, как видно, по моему примеру, нам. Пока нет. Меньше тринди, больше мой. Мой, больше, конечно. А тут произошла небольшая авария, а через что, точно, у нас же есть окно. Вот, оторвали немножко двери, ну и помяли, что это, Toyota, да? Toyota, Toyota и немножко передний бампер. Toyota RAV4 и Lada Priora. Отгадайте, кто виноват? Как ты думаешь, Вань, кто виноват? Lada Priora или Toyota RAV4? Lada Sidal. Баклажан. Да. Жемц вообще. Обидно, конечно. У кого-то готовится уха, у кого-то сейчас будет не скитас, не радует глаз. Сука. Да. Вот такие бывают чудеса, ладно? Вот зачем зеркала, а? Сначала ни хрена не смотрят в дверь, а потом перестраиваются без поворотников. А наша уха коптится на нашей ветишечке. Спустя примерно часик потрясающего кулинарного искусства, Паулов Ванька закончил это дело и уже разливает нам, друзьям своим, а именно мне и потрясающей Настюшке. Передаю всем привет, Настюх. Сейчас будем пробовать, тестировать и, конечно же, говорить, что очень вкусно, Вань, заранее. И не дай бог вы скажете как-нибудь по-другому. Пахнет обалденно и много рыбы, ты говоришь, да? Много. Много рыбы это хорошо, Вань. Итак, уха Бае Павлов Иван. Спасибо, Ванька, научил меня тебе готовить. Я понял хотя бы в процессе, что это как-то стоит. Ну, в следующий раз посмотрим. Да. Еще раз, знаешь, как будет ухо уготовить? Так, мне моя камера. Мне моя камера. Я там записи. Вам всем желаю приятного аппетита, а вам не обтекать с люмками, мы сейчас попробуем это. Да? Да. Есть можно? По десятибалльной шкале минус восемь. Пока мы кушаем эту замечательную уху, стоит немножко обратиться к истории. Оказывается, код создания ухи, как вы думаете, какой? Ну, вот мы не знаем, мы знаем век. Это семнадцатый век. Семнадцатого и семнадцатого века ухо у нас появилось. И напоследок. Живите дружно, кушайте вкусно. И увидимся в будущем. Не ж ты молча, не убежать. Когда я беру ханят.